Первый класс задач, который полезно обрисовать, это песочные часы. Песочные часы знают практически все. Все либо ходили в медицинский кабинет, процедуры отмеряли, ну тут, конечно, что тут на процедуру, на процедуру не хватит. В медицинском, чтобы на процедуру хватило, надо побольше. Могучие такие, да? Минуты на 10. Могучие часы в процедурном кабинете, да? Ну, часы поменьше, это, пожалуй, есть различного рода игры, да, в которых надо, допустим, за минуту или за две назвать наибольшее число слов, которые начинаются, например, с гласной буквы А, да? Ну, или часы нам нужны для того, чтобы отмерить ход, да? Иногда бывает соперник думает так долго, что уже хочется. Вот в шахматных часах это решено лучше. Шахматные часы нажал, и идет время соперника, да? Потом нажал, идет время другого человека. Ну и замечательно, у кого окончается резерв в час, тот проигрывает по времени. Ну вот во многих играх таких часов нет, поэтому приходится, чтобы хоть как-то ограничить возможности, применять песочные часы. Песы. Вот такие стилизованные, да. Вообще, конечно, имеют часы, имеют форму двух колбочек, запаянных вместе. Вот мне группа перед вами все время пыталась объяснить, что Елена Борисовна, а что нам? Давайте мы из одной колбочки, где много, рассыпем по другим колбочкам, где мало. Ну, понятно, что это делается на заводе, да? Колбочки запаяны, и в них насыпано ровно столько песка, чтобы отмерить время. Увидели? Соответственно, их форма, их форма не позволяет сейчас ничего отсыпать, только можно целиком пересыпать, полностью пересыпаем. Дальше, вот некоторые тоже предлагали, давайте увеличим отверстие, из которого, вот видите, пересыпается, там же есть узенькое отверстие. Тоже понятно, что если мы имеем дело с часами, да, то, разумеется, они стеклянные, это не пластиковые бутылки, да, и поэтому отверстия мы никак не можем изменить. С помощью часов, одни на 7 минут, другие на 4 минуты, отмерить время 10 минут. 10 минут. Вопрос, как это сделать? Есть двое часов на 7 минут и на 4 минуты. Как отмерить время 10 минут? Пожалуйста, ваша версия. Запустить часы на 7 минут и запустить часы на 4 минуты. И поставить время 10 минут. И за 7, сколько будет? Угу. 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 Здесь 3 раз так сделать, 5 раз, чтобы получилось. 5 раз. Итак, ну вот смотрите, как интересно. Человек начал отвлекать, отвечать, кто-то его перебил. Значит, 11 минут получится, если бы он сказал, что 7 минут запустили. Когда 7 минут пересыпалось, мы бы запустили 4 минуты. Вот в этом случае действительно 7 плюс 4 было бы 11. Если бы 5 раз перевернули часы, да, давайте посмотрим, какое бы время тогда было. Итак, 7 минут мы запустили, да, даже если одновременно с теми часами, которые 4, через 7 минут перевернули, 5 раз перевернули, мы бы получили время какое? 35. 7 на 5, 35 минут. А нам нужно отмерить 10 минут. Пожалуйста. Есть версия? Я думаю, что нужно подождать, пока 1 минута на часах с 7 минутами пройдет, и тогда запускать 4 минуты. Замечательно. Вот вопрос. Если у нас есть двое часов, да, то мы можем считается в этой задачке никаких других часов, секундомеров и прочего нет. Поэтому отмерять время мы можем только с помощью вот этих двух колбочек. Понятно? Отмерить, когда пройдет, вот я перевернула и жду, когда пройдет 1 минута, такого не бывает. Если у меня нет часов, которые ровно на 1 минуту. Здесь по задаче у меня таких часов не предусмотрено. Часы ровно 1 минуты. Понятно? Поэтому просто отмерить ровно 1 минуту нельзя. Точно так же, как делать засечки, тоже нельзя. Посмотрите, какой формы часы. Увидели? Что это 2 емкости, и одна из них к низу, как бы вы сказали? Сужается. Какая сужается? Сиди, я с ногами. Что? Я с ногами поставлю. Я понимаю, что тут без разницы, где у них голова, где ноги. Не в этом деле. Какая форма? Давайте смотреть, какая? Овальная. А на самом деле? Овальная. А на самом деле? Меня интересует пока только либо верхняя, либо нижняя. Посмотрите, песок. Сейчас еще раз. Я вот сняла крышечки, чтобы лучше видеть. Песок хорошо сыпется. Какая форма? Пытаемся. Обтекаем. Да, ну какая? Коль. Кто? Цилиндр? Нет, еще. Колба. Колба. Ну, колба. А какая форма? У вас есть линия. Да, пожалуйста. Оваль. Плак. Ну, что тут тебе напоминает овал? Овал – это плоская фигура. А нам нужно фигуру в пространстве, которая объемная, которая… Объемная. Объемная фигура. Ведра. Вот, в своем-то стенд пожарной безопасности видел? Много раз в школе, наверное, проходили. Какая форма? Конусообразная, да? Конус. Посмотрите. Увидели внизу? А теперь вопрос. Почему пожарные свои ведра делают не цилиндрическими? Вот мне сейчас пытались убедить, что мне нужны цилиндрические часы, да? А делают конусообразные. Казалось бы, посмотрите, очевидно, что объем меньше, да? А нам нужно песком засыпать огонь. Вопрос. Почему не цилиндрические, а конусообразные пожарные ведра? Да. Потому что конусообразные, у них быстрее засыпается песок, чем цилиндрообразные. Стоит у большой кучи. Рабочие машут лопатой. И ему без разницы, в какое ведро сыпать. Конусообразные, конусообразные, цилиндрообразные, не знаю, там шарообразные. Ему без разницы, ставит лопатой и бросает туда песок. Да, пожалуйста. Да, что потому, что больше песка теперь вылетит. Что значит вылетит? Ну, ладно. Высыпется. Итак, разумеется, когда у нас есть шарообразная форма, да, а вы собираетесь, вы засыпали ее песочком, да, а потом пытаетесь куда-то высыпать. Тем более, если это у огня. Конечно, это трудно сделать. Соответственно, форма в виде цилиндра, это, разумеется, тоже, да. Быстрее всего высыпать конус и носить, кстати говоря, легче. Десять минут отмерить. Да, пожалуйста. Да, надо перевернуть одновременно. Одновременно, итак, наш порядок действий, мы это сотрем. Порядок действий. Первое, одновременно, это хорошее слово. Итак, одновременно поставили часы на 7 минут, да, и 4 минуты. Поставили одновременно, дальше что? А то начинается отсчет, когда закончатся часы с 4 минуты, 4 минуты. Начинаем. Начнем. Вот, счет. Когда 4 минуты пересыпется, да? Пересыпется. Итак, здесь у нас полные часы. Значит, здесь 7 минут. Здесь более узкие, маленькие сделаем, да? Здесь 4 минуты. Когда они пересыпятся, в часах, в которых 7 минут, останется песка ровно на 3 минуты. Значит, песочка останется ровно на 3 минуты. И в это время мы начнем отсчет. Таким образом, 3 минуты пройдет, и перевернем, да? И еще раз перевернем. 7 минут. Перевернем. У себя в тетрадочке. Пере-ре-ре-ре-р-нем. Все пишем. Перевернем на 7 минут. Еще раз. Значит, получается 3 плюс 7, 10 минут. Ну, а ты сделали. Сделали. Хорошо. Теперь, пожалуйста, мы с вами хотим отмерить время. Не обязательно вовсе это отмерять. Можно с помощью песочных, можно с помощью водных часов. Что бывают водные часы, да? И тут когда так по капельке перетаскивают. На самом деле, отмерить время можно, ну, буквально на всем. Давайте отмеряем время с помощью палок. Вот имеются две палки. Равномерно сгорают. Равномерно горят. Известно, что одна палка сгорает за один час. Вопрос. Как, имея две палки, отмерить путешественнику время полтора часа? Можно? Что же нельзя-то? Когда одна палка сгорит, вторую поджечь. Тогда вторая на половину сгорает. А как узнать половину? На глаз. На глаз не получится. Сложить нельзя. Поджечь двух сторон. Так, пожалуйста. Поджечь сначала одну палку, а потом поджечь другую палку с двух сторон. Ну, давайте можно так. Итак, поджечь одну палку, да? Итак, огонь пустим. Итак, пустим огонь. Одна палка прогорела, да? Это у нас час получился. Один час. И вторая палка, да? Ты день, а это и будет 30 минут. 30 минут. И всего будет полтора часа, да? Один час, 30 минут. И это уже вторая наша задачка. Часы с боем. Совершенно огромное разнообразие часов с боем имеется. Мы по этому поводу уже имели множество дебатов. И не только на занятия кружка, но на разных олимпиадах. Потому что это те задачи, в которых чаще всего все огорчаются. Например, требуется посчитать, сколько раз пробили часы, ну, скажем так, с момента час дня до, ну, давайте до один час. До четырех часов? Не, ну, слишком мало считать. До часу ночи давайте. Ну, или хотя бы до десяти вечера. Нет, до двенадцати. Вечера. Бьют часы столько раз, сколько времени, да? А именно в час они бьют. Один удар. В два. 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 В три. В три. И надо будет сложить эту цепочку. И надо будет сложить, сколько ударов всего. Не сколько раз они прозвучали, да? А сколько ударов всего получилось. Значит, пожалуйста, кто у нас самый быстрый орехометр? Пожалуйста. Пятьдесят пять ударов. Пятьдесят пять ударов. Как вы так быстро справились? Я сначала спрашивала девять и один, восемь и два, семь и три. А, вот так, да? Вот так? Потом я прибавила десять. Ну, можно, да, да. Значит, можно до десятка. Один и девять. Восемь, два. Три и четыре. Значит, это уже четыре десятка, да? Десять – это пять десятков. И здесь пять. Ну, например, можно. Можно пять раз по одиннадцать. Десять плюс один – одиннадцать. Девять плюс два – одиннадцать. И так всего пять пар. Да? Тоже можно считать. И так, пятьдесят пять ударов. Пятьдесят пять ударов. Но это не все. Оказывается, что часы с боем имеют такую особенность, что очень часто они еще отбивают полчаса. И делают это одним коротким ударом. Полчаса. Да? Полчаса. И если отбивать полчаса, тогда наш ответ должен уточниться. Значит, сколько раз по полчаса отбили? Сто десять. Девять плюс три – сто десять. Почему это? Ну, на два раза. Один раз в течение полчаса. Вы невнимательны. Да. Не заново все перебирают. Да? Шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре. Стоять пять. Ну, если считать от часу дня, то дальше идет полвторого, да? Правильно? Значит, и будет половина полвторого, полтретьего, полчетвертого, полпятого, полшестого, полседьмого, полвосьмого, полдевятого и половин десятого, да? Значит, всего девять раз по половинке. И поэтому надо добавить девять, и получаем шестьдесят четыре удара. Удара. Ну, и после того, как прослушали эту лекцию, вот нашлась одна женщина, которая сказала, говорит, а вот у меня дома часы. Правда, я не знаю, как можно с этими часами находиться вместе в комнате. Я скажу честно, что часы отбивают еще четверть часа. Четверть часа это сколько? Пятнадцать. Пятнадцать минут. Вот представляете, каждый раз бой идет через пятнадцать минут. Ну, мне кажется, это вообще трудно к этому привыкнуть. К автобусам, вот к шуму за улицей, и тут как-то сложно привыкнуть. А если у тебя отбивают каждые пятнадцать минут часы, то это, конечно, еще тяжелее. Итак, часы с боем. Такие вообще задачи очень не люблю, но тем не менее знать о них надо, поскольку больше всего вопросов именно связано с этими часами. Любимые часы у всех сейчас новомодные, электронные, да? Электронными часами сейчас оснащены не только ваши наручные часы, да? Не только мобильные телефоны. Но и метро, да. Электронные часы. Ну вот, однажды... Не в метро, скажу честно, в электричке. Сейчас электрички у нас хорошие, особенно когда дальние электрички. Я села в электричку, на табло, показывали время. Двенадцать. Двенадцать. Двадцать. А может, 45? Ну, пусть будет 25. Пять минут уступок. 12. 12.25. Сверху, поскольку вы представляете, что сейчас у нас все эти панели начищены на драйне, в электричке стало приятно ездить, да? Это вот у нас потолок звука и свет поглощающий, а там наоборот, соответственно, отражает. На потолке давайте изобразим, что у нас появилось. Так, если мы изображаем. Пятнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать, пятьдесят два. Пятьдесят два. Ну, пятьдесят... пятьдесят девять. Смотрим, отразилось. Да. Пятьдесят не девять, это пять, поэтому... Пятьдесят два. Время возможное? Да. В принципе, это возможное время. Пятнадцать, пятьдесят два. Но оно не совпадает с моим временем, которое реально существует на часах. Понятно, что вышла я. Когда был... Когда было на часах? Час тридцать пять. Вопрос. Сколько за это время, время, отраженное на потолке, совпало с реальным? Сколько раз время, отраженное на потолке, совпало с реальным временем? Вопрос к вам, поэтому вы решаете Нет, сколько раз запал, вы представляете, если у всех есть уже либо наручные, либо на сотовом То, что каждый раз меняется, в отличие от тех часов, которые идут по циферблату плавно Здесь время перескакивает, каждую минуту перескакивает Поэтому мне нужна непротяженность в моей поездке А сколько раз часы, которые отобразили время на потолке, совпали с реальным временем Сколько раз? Здесь надо либо найти закономерность, либо выписывать подряд время, которое у вас совпадет Сколько? Семь Совпадет в тринадцать ноль ноль Поскольку фаза здесь будет двенадцать, на потолке всегда будет пятнадцать, а посему не совпадет Тринадцать отражается и пишем тринадцать ноль ноль Это время, которое первое совпадет с тем, что на потолке Итак, не первый, почему не первый? Можно одиннадцать одиннадцать Да, одиннадцать, но там меня не было Не свидетель Итак, поезд считается, что мы с вами начали это в двенадцать двадцать пять А закончили в тринадцать тридцать пять Поэтому первый раз совпало время в тринадцать ноль ноль Итак, тринадцать ноль ноль первый раз упадет Второй раз Тринадцать ноль один Тринадцать ноль один Ну иди, Леня, пиши Тринадцать ноль один Только ровненько, как я Итак, тринадцать ноль один Значит, здесь важно либо найти закономерность, показать, как мы считали Либо просто честно выписать Благо, что промежуток у нас временной небольшой Нет, а ты кто? Фюн же? Нет, ну а дальше? Назвался друзьем, полезай в кузов, как у нас всегда Следующая Тринадцать десять Тринадцать десять Тринадцать ноль два Если два отражается, превращается в пятерку, значит тринадцать ноль два не может быть Тринадцать ноль три Да, пожалуйста, у вас какой ответ? У меня шесть Нет Пять Три Сколько? Тринадцать ноль восемь Это мы сейчас заберемся Тринадцать ноль три Тринадцать ноль три Сколько раз отображенное время совпало с реальным? Вопрос остается Сколько посчитал? Тринадцать один Нет, сколько раз посчитал? Два раза Дис Нет, а вы что, вы так будете по одному числу мне писать, кто задачу пойдет делать? Задача пока не решена, еще никто не сказал правильно, сколько раз? Тринадцать ноль восемь, да, совпадет дальше Нет, перед десятью ноль не стоит Тринадцать десять ровно Тринадцать десять Второй столбик рядом, пишите Чуть-чуть дальше Да Сколько? Семь раз Нет Сколько? Севять Нет Нет Восемь Два раза Два раза уже не подойдет Итак, тринадцать, да Четыре Двадцать уже закончили Итак, пересчитаем, сколько И обратим внимание на закономерность, да? Значит, ноль, один, три, восемь, ноль Один, три, восемь, ноль, один, три Восьмерки нет Почему? Приехали уже В тридцать пять Приехали, возьмем, ты нам не нужна Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Одиннадцать раз За дверь пишем Одиннадцать раз Одиннадцать раз Ну, давайте запустим Кто-то просил с одиннадцати Тем более, знаете, недавно Буквально в пятницу В пятницу была возможность У тех, кто находился На кружках по математике Поздравить друг друга С очень интересной датой Пятница? Да Вот пятница у нас была Одиннадцатое число Одиннадцатого месяца Одиннадцатого года Представляете, как будет Представляете, как будет Дружно После двенадцатого года В двенадцатом еще можно успеть Три раза повториться Одно и то же число Значит, ну давайте В честь такого прекрасного события Посчитаем Сколько раз Начиная с одиннадцати часов дня И до одиннадцати вечера Вот представим, что едет человек И делать ему нечего Сейчас тридцать два А сейчас тридцать два Сколько раз Он увидит Палендрук? Сколько раз Он увидит Палендрук? Что такое Палендрук? Это число И давай читать Слева направо и справа налево Слева направо и справа налево Одинаково Одинаково То есть, если бы нам нужен был Палендрук Мы бы взяли Двадцать первое Ну а какого месяца? Двадцать первое А не правда Палендрук Чтобы был Одиннадцатого Вот он читается Как слева направо Так и справа налево Понятно? Итак, нам нужно Сколько раз На часах Которые изображаются Да? На панелях Мы увидим Палендрук Сколько? Двадцать Два раза Решение? Да Первый раз Когда встретится Палендрук? Одиннадцать Одиннадцать Повыше Пишите, пожалуйста Итак, одиннадцать И одиннадцать Это палендрук Дальше Дальше Двенадцать Двенадцать Нет Двенадцать Двенадцать Это не будет палендрук Крайняя справа Будет единица Крайняя слева будет 2. А нам нужно, чтобы по бокам и, соответственно, как и селедки стояли один. Следующий это 13.31. 13.31, да. Потом будет 14.41. Будет ли 14? 14 нам не удастся изобразить на потолке, вы помните? Потому что если мы будем 14 изображать, то четверка будет в виде стульчика. Тогда 15. 15.31. 21. Ну ты как-то быстро перешел в 20. Давай 15 пробовать. 14 выпадает, впрочем, да? 15 пиши. 15.51, пожалуйста. 15.51. 15.51. Так, дальше. 15.51. 15.51. не отобразится, не будет числа, да? Значит, следующее число, которое отобразится, 18. Пиши, пиши. 18.51. 18. 15. Минут сколько будет? 18.51 не бывает. Тоже придется прочих писать. Дальше. 19. Не можем отобразить. 21. 20. 20. Пробуем. 20. Сколько это будет на потолке? Скажи, пожалуйста. Это будет 50. 50, но опять бывает время? Нет. Вычеркиваю. Тоже не может. Хорошо. Значит, сколько у нас остается? 4. Всего 4. 4. Ответ пиши. Нету. Ответ 4 раза. Итак, в данном случае все эти числа, они отразятся на потолке, да? И будут полинтромами. 21, когда отобразится на потолке, будет 51 час. 51 час тоже, как мы выяснили, не бывает. Хорошо. Все с электронными часами, все. Перейдем к циферблату. Итак, римскими цифрами пишем. А это шестая задача. Это шестая. Спасибо. Шестая задача. Итак, римскими цифрами. Вот здесь у меня стоят часики, где циферблат написан римскими цифрами, но к вам он будет стоять вот так. А потому что сначала сами напишите, а потом посмотрим. Итак, вы сначала расставляете, по лампу делили. Итак, я проставила два числа. С вас все остальное. Не надо вот эти лишние палочки. Они нам... Значит, смотрите, они суть и дело не меняют, а возразняют нам рисунок. Четыре. Правильно. Дальше. Пять. Шесть. Семь. Обратите внимание на правильное написание. Правда. Это правильно. Он пишет верхнагами и правильно делает. Все, кто видели кремлевские часы, но здесь не кремлевские, но тоже куранты. Да? Значит, что, конечно же, считал куб земли себя, да? Поэтому надо обязательно рисовать, глядя из центра. Не как посторонний наблюдатель, а глядя из центра. Молодец. Ну, а теперь задание. Не циферблат же нарисовать была задача, правда? Нарисовать циферблат. Нет. Это подготовка. А, нарисовать ровные кругли. Нет. Стрелки. Угол между стрелками. Нет. Знаете, сколько задач? Хороших вы знаете, а все не то. Итак, вам надо разделить... Стрелки поставить. Нет, надо разделить циферблат на три части. Чтобы в нем было в каждой части равенствами. Итак, надо разделить на три части. Так, чтобы сумма цифр в каждой части была одинаковой. А на три части? На три части. Так, чтобы сумма цифр... Ну, вот я, например, могу разделить вот так. Вот так. И вот так. Тогда у меня в этой части сумма цифр 4 и 5, 9, а здесь у меня 23. И сумма не одинаковая. Значит, вам надо разделить на три части так, чтобы сумма в каждой из трех частей была бы одинаковой. Пожалуйста, решаем. Так, еще. Подсчитывай сумму. Выписывай числа и подсчитывай сумму. Вот здесь выписывай. Срава налево. Точнее, слева направо. Тоже. Так, первое число у тебя 11, да? 12, да. Веселее. Нет, ну ты сразу все выпиши. 11, дальше 12. Сколько получилось? 20. Как записать 26? Ну, пиши. Пиши, коли можешь, да? Итак, 20 как запишется? 20. 10 это крестик, да? Значит, 20 у тебя. 2 крестика. И что не хватает? 6. Записывай. Еще 6. 26. 26. Итак, пожалуйста, проверяйте. Выполняются ли все условия? Многие из вас уже говорили, что можно еще не только делить циферблат, но и определять угол между стрелками. Какой угол между стрелками? Ну, давайте сначала напишем, изобразим. Ну, например, 9 часов 20 минут. У себя большой циферблат. Еще раз, сколько можете? Можете на всю, можете на пол. Главное, чтобы это было не на одну клеточку. Итак, цифры можно ставить любые, в том числе и арабские. Каждую четверть я разобью еще на три части. На циферблате изобразили 9 часов 20 минут. 9 часов 20 минут. Поставили стрелки. Вопрос. Какой угол между стрелками? Пожалуйста, есть уже руки. Тупой угол. Хорошо. Замечательно. Вопрос остается. Нас интересует, сколько градусов? Сколько градусов? Да. 150 градусов. 150 градусов точно. А какой градус? Да, пожалуйста. 30 градусов. Ну, 30 градусов это далеко до этого угла. Итак, ну давайте спросим. Наверное, человек, который считает, что 150, может приблизиться к ответу. Пожалуйста, проходи, рисуй. Итак, первое, рисуем стрелочки. А время какое? 9 часов 20 минут. И рассказывай, как ты насчитала 150? Внимательно слушайте. Это 90 градусов. Да. Одно деление это 30 градусов на часах. Угу. И вот это два прямых угла будет 180 градусов. Вот так. И минус одно деление будет 120 градусов. Все с ней согласны? Нет. Нет. Почему нет? Потому что можно посчитать, что это два прямых угла. Где два прямых угла? Нет. Нет. И что, ну, два прямых угла? И еще одно расстояние. Значит, не сто с ней. А не минус с ней. Нет. Итак, вопрос. Все ли согласны? Все записываем, что полный круг это 360 градусов. Да? Половина это 180. Действительно, четверть 90. Мы видим, что здесь угол больше, чем 90. Поэтому 75 не может быть. Скажите, пожалуйста, 9 часов 20 минут. Событие 9 часов прошло? Событие 9 часов прошло? Да. Прошло. Что это означает? Что наша стрелочка, вот она была в 9.00. Да? Но теперь минутная стрелочка идет. И часовая стрелочка тоже за ней поворачивается. Поэтому вот эта стрелочка тоже повернется. Событие 9 часов уже прошло. Увидели? Значит, не только минутная, но и часовая стрелочка повернется. А на сколько, как посчитать вот этот уголок. Значит, действительно, здесь у тебя 150. Я не против. То есть проблема, что вот эта маленькая стрелочка, она тоже... Почему 56? Насколько она повернется? Кто мне может посчитать? Да, пожалуйста. На 3 градуса. Почему на 3? На 1. Почему на 15? На 2 градуса. Почему на 2 градуса? На 6. Почему на 6? Потому что 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5. И что? А зачем нам на 5? На 5. Надо не на 5. 20 минут. Это какая часть часа? А на самом деле? 3, 3. 1, 3, 3. 1, 3, 3. 1, 3, 3, 4, 5. Значит, если вот эта 30 градусов стрелочка пройдет за час. Подожди. Если вот этот угол 30 градусов стрелочка повернется за 1 час. Увидели? То за 1 треть. Это сколько градусов тогда? Насколько она повернется? Пожалуйста. Насколько? Нет. Почему? Смотри, всего у тебя 30 градусов. Вот эта ячейка. Тебе надо, у тебя пройдет 1 третья часа. Значит, здесь тоже 1 третья. 10. 10. Значит, она повернется на 10 градусов. И вот теперь действительно ты можешь собирать свой угол. 10 градусов повернется. Этот ты правильно заметила. 90 градусов. А здесь 2 раза по 30 будет 60. И все вместе составит сколько? 160. 160 градусов. Какой угол составят стрелки часов? 22 часа 40 минут. В 22 часа 40 минут. Это 10 часов. Ну, 10 часов вечера, да. Какой угол составят? Тебе мало показалось. Итак, надо не вид угла. Если бы мне надо было вид угла, я бы спросила, какой вид имеет угол. Мне нужно размер, мне нужно, чтобы точно назвали величину угла. И так, пожалуйста, сначала выставите стрелки. 22 часа 40 минут. Ну, 90 не может быть. 90, это значит 3 деления между ними. Чтобы было 40 минут и 90 градусов, это надо другое число. Да. 22 только. Ты выставил 21.40. 21 это 9, а тебе надо 22. Итак, это часовая, это минутная, давай сделаем короткая Итак, именно этот угол мы сейчас будем подсчитывать Пожалуйста, подсчитывайте Да, вот дальше пиши Аж время, оно идет, и тебе не на пользу Итак, 30 градусов 20 градусов Ну и теперь складываем Так, внимательно смотрим Вот сюда надо внимательно сейчас смотреть Потому что человек делает правильно Итак, каждый поворот это 30 градусов И 30, увидели? Всего 60 Надо выяснить, насколько отошла от события 2200 маленькая стрелочка Он правильно сделал 30, разделил на 3, так как мы сделали И взял две части Получилось 20 градусов 20 градусов Вот эта стрелочка сдвинулась на 20 градусов 30 плюс 30 и плюс 20 Получилось 80 Это правда Запишем ответ 80 градусов Угол между ними Добавляем Добавляем